Сегодня у нас 22-й. Так, приехали на тележке, она нужна. У ней подшипников нет. Давайте, опрокиньте её. Дядя Вова придёт и смажете её. Эта работа вам под силу. Я сегодня покосил, повороты делал. Крепче держи, крепче зайди с той стороны. А то с ней... Ты держи её как бы натягивай. Дядя Вова сейчас с огорода придёт потихоньку и будет смазывать. Он знает, далёко нет, он там... Посмотреть. Вон идёт как раз. Дядя Вова, машину опрокинули, надо смазать. Научи их, как смазывать. Дети всё должны уметь делать. А они... Вот видишь, как приделана тут. Оглобля очень плохо приделана. Тут надо как-то хомут сделать. Я покосил, покрутился. Поясница-то у меня после операции-то. Я не могу ни встать, ни сесть. Ну, проверь, как колёса. Люфт большой. Вон, у дяди Вова всё есть. Хорошо. Иди скорее, помогайте ему. Вот эта? Да нет, не такая. Мазать-то. Побольше маленько. Может, такая? Вот такая. Нет, надо шире. Шире, чтобы она была. А вот эту возьми, беленькая лежит, вот. Вот сюда, посмотри. Вот это вот, наклонись. Да, убери её. Она вполне подходящая. Иди во дом, смотри. Дядя Вова не будь, чтоб ты всё мог делать. Молись, запоминай. Машину в любом месте тебе сделают, там, авторемонт. А здесь никто не будет делать. Деревенский человек всё сам должен делать. И водопровод, и туалет. И пшеницу вырастить. Смолоть её, и в своей печи испечь. А городской-то он с голоду помрёт. Вот теперь всё будем делать. Запоминайте хорошо. А ну-ка, сбегай быстренько, позови эту Полину. Чтоб она тоже видела. И Марину можешь позвать. Это солидол. Раньше его везде полно было. А сейчас трудно достать даже. Подшипников-то нету, а машина это выручает. Вот сегодня солому увезли. Мы тоже сено нам давали. Увозили на шлюзы. Доски привезли с Рыжковского пруда. Смотрите, как идёт и машина. Ну, как это? Сейчас я ещё одну шайбу принесу. Шайбу принесёт. Вот. Всё сам должен делать. Смотри внимательно. Без этого никак. Хорошо. Щипцы. Надо ключом отворачивать. В какую сторону крутить, надо знать. Резьбу не сорвай. Вот левое и правое колесо. Тут разная резьба. Надо знать. Сейчас я дядя Володя спросим. Этот молоток не один год, наверное, под землёй лежал. Его достали. Он отдыхал, в отпуске был. Видишь, ты не знаешь, какую сторону крутить. А здесь, по-моему, по-разному. Здесь вот надо влево крутить, может быть. А в том – вправо. А ты не знаешь, ну, полностью сбоку делай. Вот так, во. Они перпендикулярны. Он не знает, какую сторону крутить, дядя Вова. Мы с тобой, дядя Вова. Дядя Вова, мы с тобой. Против часовой. Куда, в какую сторону? Они, наверное, в разную крутятся на разных-то. Против часовой. Я обычно у вас беру этот ключ большой. Ну. Так взять надо. Там ключи настоящие есть? Нет, этот не берёт. Не берёт? Ну так надо сбегать. Ты-то знаешь, где он? Ты его перенеси, чтобы он у тебя был здесь, а не у меня. Мне он не нужен. Люфтит как, да? Это тележка моего отца, Тихона Дмитриевича. Вот это всё снято было. И одни колёса он увёз недалеко от Фрунзи в Оронцовку. А оттуда приехал Павел, перевёз обратно их. И опять сделали тележку. Тут мудрости немного, но надо знать. На крышу смотришь? Там что-то ворона прилетела. На лестнице сиди. Смотришь, как вот в деревне. Сдумал, что делать. Володя уже попёр туда. Поехал. Вот он и везёт ключ большой. Когда-то я закупал разные-разные. Разводные ключи, инструмент. Ну так, пилы штук 30 или 50 двуручных. Ждали людей, много будет. Всё, приехал. Ты его у себя в инструменте держи, Володя. Мне-то он там не нужен. Ворона там. Ну-ка, покажи, в какую сторону. Вон. Сама отвернулась. Дай отпухлетимую, дай. Смотри на... Ты держи как положено, не виляй ключом-то. Вот так. На земле-то не сидите. Мужик растёт. А тут не хотят называть, чтобы бабы называли, а... Ну, пускай будет сёстры. Смотрите, сёстры, как брат ключом работает. Не урони ключик, это, гайку в грязь. Подставь что-нибудь. Какой стороной не переверни её по-другому. Ну, видишь, как выкрутило там. Раз, два, три. Стрелять, пять, шесть, семь, восемь. Восемь спиц. Это всё делается из нефти. Если главный командир позовёт нас на последний бой. Дядя Вова, мы с тобой. Слышала, поют? Нет. Не слышала. Ну, я вас сейчас приглашу к себе, ко мне в гости. До обеда. Дядя Вова, мы с тобой. Ребятишки поют маленькие. Так решительно, жесты такие делают. Ну, ясно дело, последний бой. Дядя Вова, мы с тобой. Все питаются, все едят. Всем кусочек с маслом. А растить его кто будет? Масло кто будет корову пасти? А, колхозник. На этом колхознике всё и держится. Хорошо надо прикручивать. Очень хорошо. Это шайба у тебя? Да. А где эта гайка? Нет, это гайка. Смотри, какой стороной. Вот, прикручиваю гаечку. Шайба туда, правильно. А ещё, одна шайба или ещё надо? Так, какой стороной гайку крутишь-то? Посмотри. Этой, да. Она более стёрся. Всё. Я боялся, чтобы ты в пыль не опустил. А ты её тоже и уронил. Надо серьёзно относиться. Так, а что, не закручивается она? А что, на шайбе-то провалится туда, наверное, да? Сестра наблюдает, как брат закручивает. Что-то у Володи тут не совсем понятно. Она немножко разболтана была. Вот я добавил там внутри, вон она. Ты добавил чего там? Шайбу вот эту добавил. Ну, ну, она теперь ещё не хватает? Вот надо сейчас, чтобы хватило. Ну, ты ключом разводным закручивай. Затягивай. Вот, а шпринт хочешь ещё поставить? Да. Она раскручивается у нас. Ну, смотри, чтобы она дорогой не открутилась. Ну-ка. Просить, придержи ему колесо. Она не должна крутиться. Ну, крути теперь до конца. Прямо, где куда-то ключ не ворочай. Прямо вот так. Во-во-во. Пошёл. Всё. Ну, да. Так ты нас захватывай, двумя руками закручивай-то. Ты понимаешь, в сторону тащишь-то. Вот как она стоит, глянь. Глянь сюда. Гайка. Ты так держи, от той ключа вот так выворачиваешь. Кто ж так делает-то? Ясно. Вот так крути. Упирайся со всей стороны. Видишь, я в сторону вытягиваю. Ну, всё. Дядя Боба пусть сам затянет. Хорошо крутишься, да, Татьяна? Этому недостаточно будет. Достаточно. Он выскочит? Загни больше. Нет, я же знаю, что не выскочит. Я же делал уже всё. Во-во, он выскочит. А вот тут ещё будет, тут ещё будет. Ты бы если снизу забил, туда вверх, а то у тебя наоборот получился гвоздь. А он не выскочил. Чего он выскочил? Он же загнутый же. Куда он выскочил? Здесь загнутый. Загнутый плохо. Давай. Загнуть-то, она кверху вот, выпадывает-то вниз-то. Чего? Ему бы легко выпадывать. Не дополни. Так, ну давайте дальше затяни там. Замазал? Да, я уже замазал, прокрутил. Попробуйте ещё прокрутить. Спорить, ещё нет. Колесо, когда откатится, тогда будут искать. Это тоже из торяда. Не стаится. Не получилось что-то. Стой рядом, смотри. Вон оно играет, как здорово получается. Оно у тебя по платью обтирает колесо. Грязь свою. Это авторемонт. Сервис телеги. А тебе не коврижки стряпать. По правому курсу вижу берег. Это тебе не ложка, не зуб хлебать. По правому курсу вижу берег. Направляемся вперёд. Айберг, айберг. О, матушки-то тут колотит у нас, Володя свой. В прошлом году почистили. А ну-ка, Никита, отойдет. Вот, Нестя, откройка колодец, заглянем в него. Помоги ему. Ну, держи так, держи, 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 а то уронишь. Стой. Ну, там не видать почти. Ну, ладно, закрывай аккуратненько. Вот насос вкачает. В огород. Там теплица. Это вот туалет двойной. Это вот душевая. Это у Володи тут, на этом матушка всё делает. Вот это разворачивает. Понравилось ей колесо крутить. Пускай тренируется. Аппетит лучше будет. Вот, а тут большая теплица. Теплицу-то кто делал, Володя? Никита? А? Теплицу кто делал? Ты? Я только обшивал ее. А? Сам каркас Никита делал. А я только вот этот, карбонат обшивал. Ага. Понятно. Вот пробили дорогу друг к другу, а когда-то тут не было. И рядом облепиха растет. Облепиха. А там все завалено. Там долг бы и хозяин, если бы был, он даже один бы все это сделал, как Павел. Он с нуля строил. Павел так и не пил бы алкоголь. И было бы по-другому все. Ну что? Кстати, вы хотели закрутить, помните? Вот эти вот, значит, Володя, тут как-то петлю или что сделать? Она прям хлюпает идет. Вот этот. Пока перевернут, это сделайте еще-то. Воля, прикрутим. А приходи. Что, на проволоку это? Ну на проволоку даже закрутить. Ну как проволоку, вот она слетит. Правая, левая. А что за капитан такой, который... А глобля нарушность прибита, гвоздю. А ты бы мог ее прокрутить и туда... Ослабиться этим немножко. Ну что делай? Пока она прокинута, надо захватить. Хомута-то нету? Такого нет у меня. Ну а потри руки обземлю-то пока, пылью даже, травой. Если крупная такая проволока, то можно закрутить проволокой раза два, затянуть ее и все. Ай, ну да. Ай, ну да. Фрося, ты видела, куда воробей залетел? Фрося, я убыл. От него я повернул. Фрося, ты видела, куда воробей залетел? Нет. Он вон в ту дырочку залетел. Маленькую, маленькую дырочку. Та, наверное, гнездо там делаешь. Еще ласточки там у нас. Право руля, вот ретит. Конечно, идем. Конечно, идем, что-то вопросы. Давайте. Сегодня. Ремонт идет. Автор. Говорят, обедать пора. Пора. Ну что, давайте, приближайся туда. Давайте, иди. Кто? Мойте руки, звонок. Ой. Это самое, два слова говорят. Отбой. Люблю три слова я. Отбой кино столовая. Батюшка звонил, попросил. Быстро забарабашай. Скорее, там кадры интересные. А что такое? Не знаю, что-то срочно снять. Тебе ехать надо? Да. Ну, наезжай. Наезжай-то. Батюшка сказал? Да. Давай, 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 быстрее. Руки оботри только, чтобы велосипед нет. А ты звонок давай там. Да. Это на съемку, Володя. Давай, с Богом. Ждем поскорее. Вот так это день, 22 июня. Ровно 4 часа. В Киеве в Англии нам объявили, что началась война. Не приведи, Господи, войну. Вот все.